Как нормализовать давление? Короткая важная инструкция. Наша задача восстановить хорошее кровообращение по всему телу. Тогда давление нормализуется. Но есть факторы, которые мешают и затрудняют кровообращение по всему телу. Я назову 5 основных факторов. Итак, первое. Это недостаток потребления чистой воды. Кровь имеет определенную вязкость. Если человек недостаточно пьет чистой воды, кровь становится более густой, и ей сложнее циркулировать по телу, и поэтому давление повышается. Вторая причина. Это слабые мышцы, особенно слабые мышцы ног. Дело в том, что мышцы, особенно ноги, являются неким насосом для кровообращения. То есть они двигают кровь по телу, поэтому нужно укреплять и закачивать особенно ноги. Третья причина. Это хондроз, особенно шейный остеохондроз. Разного рода защемления позвоночной артерии затрудняют кровоснабжение мозга, поэтому давление также повышается. Нужно устранять эти причины. Четвертое. Это вредные привычки. В частности, алкоголь, разные энергетики, сладкие газировки и так далее. Также провоцируют подъем давления. И пятое. Это всевозможные стрессы. Нужно все эти причины. Как нормализовать давление? Короткая важная инструкция. Наша задача восстановить хорошее кровообращение по всему телу. Тогда давление нормализуется. Но есть факторы, которые мешают и затрудняют кровообращение по всему телу. Я назову пять основных факторов. Итак, первое. Это недостаток потребления чистой воды. Кровь имеет определенную вязкость. Если человек недостаточно пьет чистой воды, кровь становится более густой, и ей сложнее циркулировать по телу, и поэтому давление повышается. Вторая причина. Это слабые мышцы. Особенно слабые мышцы ног. Дело в том, что мышцы, особенно ноги, являются неким насосом для кровообращения. То есть они двигают кровь по телу. Поэтому нужно укреплять и закачивать особенно ноги. Третья причина. Это хондроз. Особенно шейный остеохондроз. Разного рода защемления позвоночной артерии затрудняют кровоснабжение мозга. Поэтому давление также повышается. Нужно устранять эти причины. Четвертое. Это вредные привычки. В частности, алкоголь, разные энергетики, сладкие газировки и так далее. Также провоцируют подъем давления. И пятое. Это всевозможные стрессы. Нужно все эти причины.